В прошлом году не выполнил главный критерий оценки эффективности вашей деятельности – доли фактического исполнения. В прошлом году он составил 43,2% при установленном нормативе 47,5%. Подразделения судебных приставов необходимо найти решение для повышения значения этого показателя. Есть проблемы в деятельности подразделений по наложению арестов на имущество в рамках исполнительных производств. Все вы понимаете, что это эффективная мера и она должна приниматься в большем объеме. Имеются факты нарушения сроков регистрации исполнительных документов, возбуждения исполнительных производств, уведомления должников, выявлены случаи неприменения всех предусмотренных законов мер принудительного исполнения, вынесения процессуальных документов. Тем самым нарушаются права и интересы сторон исполнительного производства. Опять-таки сегодня в докладе заместителя прокурора республики об этом говорилось. Я уже не на первой сессии, не на первой коллегии рекомендую руководителям брать для четкого исполнения процедурных вопросов опыт, который уже многие годы имеет со Федеральной налоговой службой Российской Федерации. То же самое. Совместно с Министерством информатизации и связи внедрите программный продукт, который ежедневно будет отслеживать и показывать любые факты нарушения процессуальных процедур тех, которые есть. С тем, чтобы в докладе прокурора республики ежегодно звучала фраза о том, что все процедуры выполнены четко в срок и надлежащем соответственно качестве. Абсолютно реально достижимая задача. Поверьте, ФНС это почти невозможно, потому что на уровне первого лица ФНС России ежедневно сразу появляется отклонение в случае, если какая-то налоговая служба на местах не своевременно предъявила или представила какие-либо исковые документы, исковые решения. Ряд руководителей структурных подразделений уволены за ненадлежащие исполнение должностных обязанностей. Возросло количество внесенных представлений и протестов. Увеличение полноты собираемости налогов – одно из ключевых направлений совместной деятельности службы судебных приставов и налоговых органов. Для этого необходимо выработать новые формы взаимодействия. Остановлюсь на отдельных направлениях, которые вызывают наибольшие резонансы и обращения как в адрес президента Республики Татарстан, так и в адрес правительства Республики. Необходимо усиливать работу по взысканию алиментов. В 2015 году только 44% исполнительных производств указанной категории окончено фактическим исполнением. Активно в этом процессе необходимо применять уголовное преследование лиц, уклоняющихся от уплаты алиментных обязательств. Особую актуальность в настоящее время приобретает своевременная оплата труда. Здесь хочу отметить хорошую совместную работу с прокуратурой Республики Татарстан, муниципальными органами на местах. Но вместе с тем окончено только 85% исполнительных производств данной категории. Мне даже не очень понятно, так как за прошедший период существенно снизил задолженность по заработной плате. Она самая низкая за последние 20 лет. Поэтому я прошу здесь подготовить справку, как это получается. Потому что, в общем-то, очень большая работа вами проводилась вместо прокуратуры Республики Татарстан. Еще одно направление, на которое хочу обратить внимание судебных приставов, это работа по взысканию задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 году окончено менее 50% дел данной категории. При этом хочу сказать, что, конечно же, это не только работа, должна быть судебных приставов, но и управляющих организаций, и муниципальных органов. Но я посмотрел, опять-таки, отчет. Здесь необходимо как-то коррелировать совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. У нас, в том числе, по районам, где собираемся существенно выше 100%, почему-то эти районы одновременно попадают в районы с наихудшей работой по линии службы судебных приставов. Я прошу, Алексей Михайлович, разобраться сегодня до конца дня, мне представить справку. Хочу отметить, что необходимо, конечно, максимально использовать все механизмы по взысканию долгов. Это арест имущества, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, использование комплексов мобильных приставов, которые дали эффект серьезный, хороший. И даже то, что вчера в Набережных Челнах именно как критика отметили наличие системы мобильных приставов, я бы хотел сказать, что, значит, эта система работает, а значит, все-таки она дает необходимый результат. Если люди говорят, ну вот я такой хороший, но я давно должен был 15 тысяч, а меня останавливают на дороге. Я думаю, что это показатель хорошей как раз работы тех сотрудников службы судебных приставов, которые обеспечивают эту деятельность.